Мысли веры. 12 декабря. Смерть побеждена. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, 2 глава, 15 стих. Если искушение находит в нас должный ответ, оно служит к укреплению наших духовных мышц. Оно дает нам возможность пользоваться Словом Божьим с большей искусностью. Когда мы прославляем Бога и назидаем друг друга в теле Христовом, мы становимся не причиной, а участниками разрешения проблем этого мира. Если вы чувствуете себя источником проблем, а не орудием их разрешения, обратитесь ко Христу. Найдите церковь с сильным библейским учением, и вам откроется путь к лучшему, в достижении которого вы сыграете свою роль. В вопросе смерти сатана потерпел поражение. Теперь он посылает на нас искушение за искушением, конечная цель которых – заставить нас жить в страхе смерти. Но держать этот страх, как меч у нас над головой, он, однако, уже не способен. Держава смерти находится в руках у Бога. Писание неоднозначно утверждает, что верующие смерти не вкусят. Пройдя через долину смертной тени, мы становимся недоступны сатанинским искушениям. Это не означает, что в жизненных вопросах нам можно проявлять беспечность. Но когда мы устремляемся на небеса, с сатаной все покончено. Но не блага ли это весть? «Пожалуйста, поймите меня верно. Я не хочу умирать. Я хочу жить столько, сколько возможно. Но огромным утешением для меня служит то, что смерть потеряла свое жало. Возрадуйтесь в этом. Славьте его, и пусть все ангелы и все наши любимые на небесах увидят нашу радость». Карл Стивенс